Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. В прошлой нашей передаче мы поговорили о таинствах жизни и о таинственной жизни в церкви. И сегодня, наверное, хочется поговорить о самом, наверное, часто используемом таинстве, к которому чаще остальных прибегают люди, которые рождают детей, своих младенцев, о таинстве крещения. Только поговорить хотелось бы о нем не столько даже, может быть, о его символике или о его богословском смысле, значении, сколько о том, почему вдруг в современной церковной практике люди начали сталкиваться, иногда, как кажется, с нежеланием священника крестить. Почему мы вдруг начали людей испытывать на предмет веры. Сегодня в нашей студии гость, православный эксперт, протеерей Дионисий Кузнецов, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Умиления. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Ну вот я уже, в частности, проблемное поле обозначил. Действительно, сейчас люди приходят в храм, хотим покрестить, говорят, младенца своего. И священник говорит, погодите, не так быстро, не так сразу. Для начала необходимо, ну вот, испытать ваших крестных, или если крестится взрослый человек, то его самого, на предмет веры. Почему вдруг такая практика появилась в церкви? Еще лет пять-шесть назад ее не было. Здесь нужно два момента обозначить. Первый момент. Испытание веры происходит всегда во время, собственно, совершения таинства крещения. Когда священник спрашивает либо взрослого крещающегося, либо его крестных, как он верует. Веруешь ли ты Христу, как Царю и Богу, спрашивает священник. Это очень важно. Потому что верить в Христа вообще, верить в Него, как в человека, допустим, как некоторые, опять же, были такие точки зрения. Или верить Ему, как Царю и Богу. Это разное. И поэтому испытание веры крещающихся или восприемников младенцев было всегда. Просто не было подготовительных бесед. Действительно, не было. В последнее время. Но, опять же, они были в древней практике церкви. Это было обязательно. Христос, когда обращается к апостолу, ему говорит, идите, научите вся народа, крестя их. То есть, научение, крещение. И поэтому никогда нельзя говорить, что крещение – это как древнеязыческий обряд инициации. Посвящение я в некое сообщество. Хотя, конечно, такие параллели сделать очень легко. Но христианство – это прежде всего религия слова. Мы самого Христа называем воплощенным словом. Он обращается к людям. Он открывает себя через слово. И вот то, как мы поняли его открытие, себя, так мы его воспринимаем. Воспринимаем для того, чтобы нам начать путь к нему. Вот очень важно. Крещение – это не финальная печать. Приходит человек и говорит, я хочу креститься. Взрослый. Говорит, я хочу креститься. Я спрашиваю, почему вы хотите креститься? И человек говорит, вы знаете, я долго сомневался, есть ли Бог, нет ли Бога. Но потом вот этот период сомнений во мне завершился. И, наконец, все. Я верю в Бога. Я хочу завершить свой период метания вот этих крещения. Крещение. То есть для человека крещение как бы печать. В конце он ставит ее. Все, я верующий. С точки зрения церкви совершенно наоборот. Говорим, крещение – это только начало пути. Человек начинает свой путь к Богу. До этого он об этом не задумывался, не хотел думать об этом. Или ему не важно было это. А сейчас он осознал, что для него это важно. Важно, что Бог не просто помощник. Он тот, с кем он хотел бы встретиться. Встретиться не как пережить какой-то новый опыт. А вот я встретился с президентом, теперь хочу встретиться с Богом. Все, какое-то такое у меня желание, позыв. Нет, совсем нет. А в том смысле, что найти Бога как отца. Ибо так себя Бог открывает людям, опять же. Единственная молитва, которую он дал, начинается словами «Отче наш». То есть он хочет, чтобы мы воспринимали его как отца. Это как человек, который воспитывался в детском доме. И вдруг он узнал, что его родители, возможно, живы. И он захотел найти их. Он не знает, что это будут за люди. Он не знает, какова их будет встреча. Но он хотел бы их найти. Он жаждет это. Мы скажем, что, может быть, это будет трудно или невозможно. Может быть, ему найти. Сколько лет уже прошло. Но само желание человека найти своих родителей, оно прекрасно. Встретиться с ними. А с учетом того, что мы о Боге знаем, что Бог не просто какой-то отец. Он совершенное воплощение любви, мудрости. И он есть истина. Поэтому это не просто желание встретить своего отца. Это желание встретить отца, который бесконечно любит тебя. И который может и тебе дать понять себя лучше. И поэтому подготовка к крещению – это прежде всего напоминание церкви людям о том, что такое крещение на самом деле. Что крещение – это не дань традиции. Что крещение – это не какой-то мистический обряд, который решит твои проблемы. Что крещение – это начало пути к Богу. Ты изменяешься в этом священодействии таким образом, что ты способен Бога найти. И поэтому у нас проходят беседы. Они были в древности. Тогда, когда церковь пережила период гонений. И в церковь стали приходить люди, в том числе, не потому, что они жаждали христианской жизни. А потому, что ситуация вокруг изменилась. Император благоволит христианам, ставит их на должности какие-то. А почему бы и нет? И церковь говорит – нет, извините, вы должны сначала понять, что такое христианство. И создаются огласительные училища. В IV веке огромное заметное явление в жизни церкви – огласительные училища. Оглашение. То есть оповещение человека о том, что есть христианская жизнь. И человек проходил длительный период подготовки. Не одна беседа там была. Там средний срок – полгода. То есть человек, скажем так, приходил в общину церковную, к епископу. Тогда каждая община церковная изглавлялась епископами. И говорил о своем желании стать христианином. Его вписывали в книгу церковную, как человека желающего. И он начинал ходить на богослужения в те моменты, когда для него это доступно. Он начинал ходить в огласительные училища. То есть к тем людям, священнослужителям или мирянам, которые рассказывали, что такое христианская жизнь. И в это же время он пытался, самое важное, уже быть христианином. И еще не став им формально, он уже вел христианскую жизнь. То, что потом проявилась, например, такая практика и в монашестве. Человек, прежде чем стать монахом, он послушник. Несколько лет, два года обычно. Он живет как монах. Он пробует себя в этом качестве. Еще не сделав окончательный выбор, не приняв окончательное решение. Он пробует себя в этом качестве. И вот здесь тоже очень важно, что это не просто научение. Древнее огласительное училище. Человек должен жить как христианин. И если в течение этого периода он допускал какое-то ужасное нравственное падение, его крещение откладывалось на год. Все это время он снова продолжал участвовать в жизни церкви. В ту меру, которая для него доступна. И если он вновь допускал нравственное падение, его крещение откладывалось на три года. То есть вот был такой. То есть ты должен быть уже христианином. А вот в связи с этим вопрос интересный. Почему у нас таких требований не предъявляется? Ну, или, может быть, раньше предъявлялось или нет, уже крещенным христианам. То есть вот уже ты крестился. На самом деле это было все. Опять же, в практике 4-5 веков все это было. Знаменитые правила святителя Василия Великого, которые ограничивают участие человека в богослужении. Если он уже крещен, совершил нравственное падение. Его лишали самого важного, самого главного. Возможности причащаться. И это было не как наказание. А в смысле, брат, остановись, задумайся. Потому что апостол Павел сказал, если вы причащаетесь недостойно, вы смерть себе едите и пьете. То есть ты не думаешь, что это просто так, вот участие. Что Бог добренький. Он добрый, но не добренький. И он, как мы когда готовимся к таинству причастия, мы говорим, попаляет нас. То есть мы соприкасаемся с огнем. И чтобы не сгореть самим, нам нужно быть чистыми от греха. Чтобы грех сгорел, а мы нет. А мы стали иными. И вот получается так, что церковь предупреждает человека. Слушай, брат, извини. Вот сейчас в том состоянии, которое ты есть, тебе не полезно причащаться. Остановись. Загляни в себя. Измени свою жизнь. И получается так, что вот эти требования, они были именно потому, в такой вот длительной форме. Потому что большинство людей не знакомы были с христианством. Сейчас другая ситуация. Мы живем в мире, где может быть не большинство христиане, но большинство знают о христианстве что-то. Знают, что церковь, она призывает к добру, к любви, к милосердию. Что в церкви самым может быть мало любви и милосердия. Но само христианство изначально, в Евангелии, оно именно таково. И поэтому сейчас важно, чтобы, когда мы говорим о подготовке человека, мы напоминаем. Поэтому в разных епархиях по-разному. В московской епархии, насколько я знаю, там пять обязательных бесед. У нас в Самарской епархии митрополит сказал одна-две беседы. Должна быть обязательно. И поэтому это начинает вводиться в храмах уже несколько лет. Началось это сначала в 2004 году с московской епархии, при покойной патриархии Алексии. Он тогда сделал эту практику обязательной в рамках той епархии, которую управлял московской. Остальным рекомендовал. В 2009 году было принято соборное решение, что это стало обязательно для всей церкви. Это соборное решение, это не решение одного человека, там, патриарх Кирилл. То есть архиерейский собор это дело поддержал. То есть архиерей как представитель каждой епархии. И поэтому это стало обязательным. Обязательным, чтобы людей готовили. Потому что вот я начал свое священное служение в 2001 году. И мы крестили, по крайней мере, младенцев без предварительной подготовки крестных. И я видел, как мало люди понимают то, в чем они участвуют. И поэтому здесь скорее не допуск или не допуск, а именно наше дело сказать, рассказать людям. Как они это примут, вот это уже очень важный вопрос. Не надо переоценивать значение вот этой подготовки. Не надо думать, что если священнослужитель хорошо, там, грамотно рассказал, что все сразу все поняли. Нет. Об этом сам Христос говорит в Евангелии. Будете слухом слушать и не услышите. Потому что уши ваши открыты, но на самом деле душа не воспринимает. И поэтому, если из ста человек, хотя бы один, изменит свою жизнь в лучшую сторону, мы скажем, что это прекрасный результат. Прекрасный. Потому что на самом деле для нас один процент это вот максимум. Ну, то есть правильно ли я понял, что суть вообще всего того, что мы называем катехизацией или подготовкой к таинству исповеди, это на самом деле не столько напичкать человека некими знаниями, там, универсальными о Боге и так далее, сколько именно подтолкнуть к изменению жизни. То есть человек должен... Рассказать ему об этом, да. То есть это единственная причина, по которой он может креститься. Здесь есть один момент. Никто не может привести к Богу человека, кроме самого Бога. Если в человеке есть какой-то внутренний запрос, помните, вот как об этом говорит в Священном Писании, да, что душа человека ищет Бога, не ощутит ли его там или тут, хотя он и недалеко от нас. Вот. И здесь действительно, если душа ищет Бога, человек сам, может быть, этого не осознает, он не знает, почему он неспокоен, почему его не радует обычная, вроде бы, благополучная жизнь. Он не знает почему. Может, потому что он присытился, а может, потому что он ищет Бога. И когда он слышит слово, это просто повод. И поэтому дело священников говорить, это наше дело, мы обязаны это делать. Мы должны рассказать людям. Кто ищет Бога, он услышит. Он услышит именно потому, что искал. И для него это станет важным, понятным. Он вдруг открывает, почему в нем вот этот вот запрос не сформулированный. Можем ли мы запретить креститься? Ну, то есть, вот человек приходит, мы говорим, нет, вы... Ну, то есть, вот уже на вторую или на третью беседу. Это можно и на первой. Если человек приходит и говорит, я хочу креститься, мы спрашиваем, почему? И человек говорит, ну, чтобы у меня дела успешно шли. Ну, такое бывает. Опять же, в практике, вот в 2001 году, когда начал служить, уже тогда старшие священнослужители мне начинающему говорили, если пришел человек взрослый, обязательно удели ему хотя бы немного, времени, 10-15 минут, спроси, почему он пришел креститься. Это очень важно, мотивы, да? И постарайся ему объяснить, что же такое крещение, обязательно. Для взрослого человека это крайне важно. Вот, потому что, когда мы крестим ребенка, есть родители, которые должны так или иначе заботиться о нравственном воспитании. Почему мы говорим, что беседа обязательно с крестными? Потому что для них ребенок, в принципе, не свой. И они могут сказать, ну, а что я могу сделать? Он меня не слушает, а родители не смогут так сказать. О своем ребенке, потому что им приходится выстраивать отношения, приходится нравственно его преподнимать, даже если они не очень церковные. А проблема в том, что нравственность без Христа невозможна. В принципе. Да? То есть, конечно, есть добропорядочные атеисты, есть добропорядочные люди иной веры, да? Но высочайшее нравственное совершенство, как праведность, как святость, оно невозможно без Христа. Именно почему мы и говорим, таинства церковные необходимы, а не меня. Человек это делает способным достичь вот этого нравственного совершенства. И поэтому, если родители хотят, чтобы их ребенок был нравственным совершением, они все равно придут к этому. Придут ко Христу. А со взрослым человеком он уже, родители, скажем так, старшие, родственники, они уже не имеют на него такого влияния. Поэтому нужно, крайне важно, поговорить с человеком. Поговорить было. И разговариваешь, если человек говорит, я хочу, чтобы у меня дела успешно шли. Или я вот заболел и хочу выздороветь. Врачи разводят руками, говорят, мы не можем тебе помочь. И мы должны честно сказать, вам крещение не поможет. Мы не можем вам сказать, что крещение, оно для этого, оно для другого. Да, бывает, что человек крестится, и в нем происходит изменение естества, произошаются какие-то проблемы. Но всегда только потому, что это необходимо для нравственного изменения. И только тогда, когда это необходимо для совершенствования человека. Если это будет мешать на данном этапе, этого не произойдет. Поэтому, если вы ищете, прежде всего, Царство Небесное, остальное приложится вам. Но если вы ищете остального, ничего не будет. И поэтому человек сам принимает решение. Однажды, спустя примерно полтора года, как я начал служить, разговаривал с человеком, а был будний день. В общем, мы могли никуда не спешить, мы минут сорок спокойно разговаривали. Такое происходило уже не раз. И обычно человек говорил, да, все, мне понятно, вы объяснили, давайте. Да, я согласен креститься теперь особенно тоже. Допустим, да? Или, в общем, вы мне ничего нового не добавили, я все и так знал. В общем, давайте креститься тоже. А тут вдруг человек говорит, вы знаете, я вас выслушал, я помню, что я к крещению не готов. Я, пожалуй, подожду. Он ушел, я побежал к старшим священнослужителям, что же я наделал, что я сделал не так, что я сказал не так. Он говорит, успокойся, ты сказал то, что должен был сказать. И наоборот, хорошо, что человек понял, что крещение – это не то, что он ждал. Он, в любом случае, если человек добр и в нем есть стремление к Богу, это семя не пропадет. Оно прорастет тогда, когда этот человек снова будет искать Бога. Но сейчас он пока его не ищет. И поэтому хорошо, что крещение не произошло, потому что это был бы самообман. Это было бы формальное представление, а без внутреннего содержания. Ну вот вы, батюшка, уже сказали про мотивацию, что она крайне важна, да, то есть задать вопрос, почему принимаешь крещение. Какова мотивация правильная, когда крестят младенца? То есть со взрослым мы уже поняли, мотивация, то есть я хочу Царствие Божие, но младенец еще как бы этого не понимает. Вот. Какова мотивация родителей? Вот родители приходят крестить, потому что слышится все, что угодно. Например, там, начиная от того, что просто красивую фотосессию хочется сделать в храме, обряд уж больно красивый, вот, заканчивая тем, чтобы из глаз порчу никто на него не навел. Вот, чтобы колики в животе не мучили, ну и так далее. Какова правильная мотивация при крещении младенца? Во-первых, священник, когда дело касается здоровья, неважно, мы говорим о младенце или о взрослом человеке, когда он приходит. Первый вопрос, который должен задать священник, чтобы не обманывая никого, вы врача были, вы к врачу ходили, вы решали эту проблему с врачами. Почему? Мы пытаемся решить какими-то там заговорами с бабками или обрядами и таинствами в церкви. Нельзя так делать. И священник не должен использовать это возможно, чтобы покрестить человека. Ну, вот, беда привела, покрестим. Потому что человек не ищет Бога, опять же. Вот. И поэтому, если у ребенка колики в животе, ребенка нужно к врачу везти. Да, к врачу, чтобы не мучился ребеныш. И поэтому... Часто приводит не потому, что он сейчас уже мучается, а чтобы не мучился ребенок в будущем. Тогда я должен сказать, вы знаете, вот у меня ребенок, он крещеный, и он частенько болеет. Да? И, в общем, как-то крещение не гарантия от безболезненного состояния. Вот. Большинство людей в нашем городе крещеные. Да, в Самаре. И спросите у врачей, кто большинство у них. Это тоже крещеные люди, их пациенты. Поэтому нет. Не гарантия. Совершенно. Потому что крещение, оно не про это. Вот. И поэтому мотивация... Здесь вообще очень сложный вопрос в том смысле, что и в самой церкви идут дискуссии, нужно ли крестить младенцев. Есть богословы, опытные и авторитетные, которые говорят, что надо крестить ребенка, когда он сам уже способен дать согласие на это. С пяти лет и старше, например. Да? Другие говорят, нет, нужно ребенка крестить сразу же. Ну и какие-то свои аргументы. Я могу лишь объяснить, почему есть такая церковь. В церкви практика крещения младенцев. Дело в том, что для крещенных взрослых христиан важно, конечно же, чтобы их ребенок тоже был христианином. Но, допустим, вот они решили, что их ребенок не будет креститься, то есть они не будут его заставлять, принуждать, в бессознательном состоянии его использовать. Пускай вот он вырастет и сам примет свой выбор. Но если они так говорят не потому, что они равнодушны вообще, в принципе, к вере. Да нам все равно, какую веру он выберет или без верия. Да? Если они правда христиане, и они хотели бы, чтобы их ребенок выиграл. Да? То есть они сами должны понимать, что они должны жить так, чтобы их ребенок захотел креститься. Так ведь оно? А с этим у нас проблемы. Когда родители сами христиане, и хотят, чтобы их ребенок был христианином, они сами пытаются, они стремятся к праведности, но еще неправедны. Они стремятся быть святыми, но еще не святые. Они еще не победили в себе недостатки, которые в них есть. И поэтому они неизбежно дают плохой пример своему ребенку. Не только хороший, но и плохой. И ребенок впитывает все. Все то, что искренно делают родители. Искреннее добро и присущее зло непобежденное внутри себя. И поэтому родители приносят своего ребенка в церковь маленьким. Да? Тем самым они обращаются к Богу. Господи, пускай наш ребенок будет способен стремиться к добру в первую очередь. Пускай то зло, которое есть в нас еще непобежденное, не имеет на него такого влияния, той силы. Ну и самое важное, это пример церковной общины. Да? Человек приходит. Что такое храм? Храм это не место, где собираются праведники. Это где грешники, стремящиеся исправить себя. А это очень неплохое сообщество. И вот получается, что когда ребенок приходит туда, где кроме родителей есть другие добрые люди, которые, может быть, лучше, чем его родители. Да? И научиться, и ребенок учится хорошему, не только от своих родителей, но и от других, он уже в церкви. Он уже участвует в таинствах церкви, и для него это становится естественным. И вот когда правильно родители крестят своего ребенка, именно потому, что они сами хотели бы научиться праведности, и чтобы их ребенок научился быть ближе к Богу, вот тогда мы скажем, что такое крещение младенства, оно, безусловно, прекрасное. Спасибо, дорогой отец Дионисий. На сегодня у нас передача подходит к концу. И опять-таки, резюмируя все ныне сказанное, важно, что сейчас мы перестали радоваться просто самому факту прихода человека в храм. Вот это может быть вещь парадоксальная, но, на мой взгляд, она имеет очень хорошую основу. Потому что, к сожалению, за долгие годы мы сформировали особое представление о церкви, о церкви как о бюро добрых услуг, где человек может прийти и удовлетворить свои базисные духовные потребности. Хочет, покрестился, хочет, свечку поставил, хочет, обеднюю заказал. И раньше никаких требований к человеку церковь особо не предъявляла. Просто радовалась самому факту того, что он пришел. Сейчас мы встаем на какую-то новую ступень. Хочется верить, что это ступень взросления церкви, когда мы действительно к человеку предъявляем определенного рода трепования, испытываем его на предмет его веры. Испытываем даже не его самого, а его самого заставляем испытать свою веру. Насколько действительно человек хочет быть христовым и христианином. Это крайне важно. Поэтому нет смысла гневаться, роптать, негодовать на церковь, что вдруг священники начали какие-то вопросы задавать к качеству моей веры, к качеству моего исповедания. Возрадуемся, потому что это очень такой, мне кажется, положительный момент того, что церковь меняется в лучшую сторону. Спасибо вам за внимание, дорогие братья и сестры. До скорых встреч. До свидания. Храни вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok